Девушки отдыхают Я очень коротко отдам такую оценочную часть по поводу новой перспективы. Я не буду тут громить новую перспективу. У меня есть проблемы с этим учением, с этим движением. Однако у этого движения существует и несколько позитивных сторон. Во-первых, они пытаются осмыслить Павла в его первоначальном контексте. Антирайт также пытается осмыслить таким образом Иисуса Христа. И это совершенно правильно. Действительно важно воспринимать Иисуса и Павла как реальных евреев первого века, которые реально включены в вопросы, обсуждавшиеся в то время. Это важно, потому что мы стоим за историчность новозаветных текстов. Если мы не сможем это объяснить, то у нас большие проблемы. Так что молодцы эти ученые. Нам остается только сказать им спасибо, когда они говорили, что нужно понять, каков еврейский мир первого века, а каков язык первого века. И в этом контексте осмысливать и Иисуса и Павла. Так что это понятно. Дальше. Как Дан, так и Райт серьезно относятся к Священному Писанию и серьезно разбираются с аргументами. Если вы прочитаете комментарий Дана по Галатам, он никогда не скажет, что «Ой, вот это неудобный стих, давайте его отбросим». Нет, он пытается разобраться с аргументами и свидетельствами текста. Дальше. Этих людей действительно волнуют большие вопросы Церкви, мира, Всего Творения в их связи с Евангелем. В традиционном взгляде послания к Галатам мы зачастую склонны ставить акцент на том, как люди лично примиряются с Богом, как они примиряются с Богом своей верой, а не делами. Об этом Лютер, Кальвин, Джон Стадт. Кто-то скажет Дагмю. Но. Если вы будете считать это с точки зрения новой перспективы, то у вас получается скорее вопрос инклюзии социальных групп. И в нашей современной атмосфере это хорошо заходит. Действительно, сегодня мы этим заинтересованы. Язычники должны быть включены, как полные участники, полноценные, полноправные участники Божьего народа. Вот такое инклюзивное Евангелие нам важно и сегодня. Церковь – это место для всех этнических групп, всех рас, всех полов, всех людей. Мы все можем объединиться. Это такой инклюзивизм получается. И, наконец, как я недавно сказал, со временем позиции сторонников новой перспективы смягчились. Когда-то Энти Райт говорил какие-то вещи, которые он не заметил. Когда-то он спорил с реформаторами, например. Сейчас он говорит, я во многом согласен с реформаторами, но нам нужно сделать следующий шаг. То есть такое смягчение тона здесь, конечно, происходит. А для меня такой автор, как Энти Райт, по сути, на нашей стороне. По сути. Я не во всем с ним согласен. Есть моменты не столь важные. Но, по сути, Энти Райт очень хорошо потрудился, представляя позитивную защиту, позитивное истолкование базовой христианской ортодоксии. И вот это нужно ценить. Порой мы, христиане, настолько узко смотрим на некоторые вопросы. А вопросы-то, на самом деле, большие, но мы при этом упускаем более крупные вопросы. Ну, например, вопрос фундаментальной иудео-христианской этики. Например, вопрос реальности Бога, который хочет выстроить отношения с нами через Иисуса Христа и силу Святого Духа, преобразующую жизнь. Тут есть очень серьезные фундаментальные вопросы, о которых пишет Энти Райт. Я, на самом деле, всегда рад, когда прихожу в книжный магазин и вижу там книгу Райта, потому что я знаю, что люди, которые не знают Господа, получат достаточно такую хорошую дозу библейского христианства. И это правильно. Однако есть и проблемы. Сейчас хочу сказать об этих проблемах и о том, почему у людей возникают вопросы к новой перспективе. Мы о некоторых вещах уже говорили. Ну, во-первых, выясняется, что все-таки иудаизм первого века был весьма многообразным. Один из моих преподавателей, Ричард Мангенекер, когда-то говорил так. Если посмотришь на иудаизм первого века, то поймешь, что к нему можно подходить по-разному. Там были разные тенденции. Были легалистические, законнические евреи, с одной стороны. Но, с другой стороны, были более мягкие евреи. Были такие, скажем так, реакционные иномисты. Или не реакционные, а все-таки действующие. Почему реакционные? Потому что, с одной стороны, законники, которым кажется, что они спасаются через дела. И Номос, с другой стороны, это то, о чем говорит Сандерс, сторонник Номоса, который говорит, нет, вы этим не спасаетесь. Вы этим только сохранены в спасении. Есть очень хорошая книга, которую я вам посоветую. Ее редактировали мои хорошие коллеги, друзья. Это такой достаточно плотно изложенный том. И там, говорится, рассматривается как раз еврейский материал и говорится о многообразии. О названии этой книги. «Varigated nomism», варьированный номизм. И даже если принять точку зрения Сандерса, даже если сказать, что он полностью прав, все равно остается такое ощущение, что даже при его прочтении евреи спасаются делами. И тут начинаются весьма сложные такие вещи, которые касаются как раз вариантов христианского богословия. Уже давно подмечено, что некоторые идеи Сандерса куда приятнее для христиан из арминян, чем у кальвинистов. Почему? Я не пытаюсь исказить никакое из этих движений. Но смотрите, Сандерс говорит, что иудеи присоединяются к Божьему народу по праву рождения. Вы родились израильтянами, и при этом исполнение закона необходимо для того, чтобы сохранить свой статус. То есть по рождению ты призван, но дальше это нужно сохранить. А если говорить о решении, которое Бог примет в судный день, то только иудеи, которые совершали дела, окажутся спасенными. И таким образом дела имеют значимость в их спасении. И получается, что, возможно, Павел отвечает именно таким людям. И он говорит, нет, 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 мы оправдываемся не делами закона. Мы оправдываемся не тем, что исполняем закон. Даже если принять Сандерса, то, что зрение Сандерса, закон все-таки для евреев ведь был важен. И, наконец, что очень важно для всех нас, может ли учение New Perspective, Новая Перспектива, четко, точно объяснить все то, что говорится в Новом Завете? И тут придется объяснять, например, сильные, жесткие слова о фарисеях в Матфея 23, о иудеях в целом, в Евангелии от Иоанна 7-8. То есть тут уже не просто про Павла. Если все иудеи были такими, какими описывает их Сандерс, тогда сложно объяснить все эти другие Новозаветные фрагменты. Если все иудеи были такими, какими их описывает Сандерс, то непонятно, как объяснить слова Иисуса Христа о фарисеях. Непонятно, как объяснить слова апостола Павла. Непонятно, как объяснить послание к евреям. Так что это не просто про послание к римлянам и послание к галатам. Это более важный вопрос. Более обширный вопрос. И критика вот этого движения. Тут можно кое-что почитать, если вам интересно. Вот сейчас покажу на экране, что вы можете почитать. Но это только для тех, кто хочет читать и погрузиться поглубже в это. Первые три книги особенно важны здесь, в этом списке. Мы с Карсеном вместе написали «Видение». И как раз «Видение» там все это очень популярно излагает. Для меня, в моем подходе к посланию к галатам, я подхожу к этому посланию, понимая, что некоторые акценты новой перспективы на самом деле важны. В мире первого столетия одним из крупных вопросов как раз и был вопрос связи между Ветхим и Новым Заветами. Когда, собственно, Новозаветных книг еще не было. Не было уж тем более Новозаветного канона. Как понять язычников и как привести язычников в церковь? В церковь? На каком основании? И тут, я думаю, вполне понятно, почему у людей такие вопросы возникали. Не стоит смотреть на них сверху вниз. Что ж вы такие несправедливые? Вы же... Вам же все должно быть очевидно. Нет, это нам должно быть очевидно, потому что мы читаем Новый Завет и читают его люди на протяжении уже многих столетий. Так что для нас, может быть, это легко. Для иудеев также многое было легко. Они видели Иисуса Христа, они видели Его как Мессию, а дальше-то приходят язычники. И вот как включаются в этот процесс язычники? Новая перспектива как раз помогает нам ответить на эти вопросы. Однако, я думаю, что взгляд новой перспективы слишком ограничителен, потому что апостол Павел говорит, конечно, не только о социальном вопросе отношений между евреями и язычниками. В конце концов, в послании к Галатам он будет говорить также о фундаментальных вопросах любого человека. Это не просто про отношения между евреями и язычниками горизонтально, а про отношения между человеком и Богом вертикально. И апостол Павел будет говорить о фундаментальных человеческих проблемах, не только о социальных проблемах в взаимоотношении между евреями и язычниками. Так что, мне кажется, что прочтение Галатов, послание к Галатам, которое мы унаследовали из эпохи Реформации, по сути, правильно. Послание к Галатам действительно говорит нам некоторые важные вещи о том, что значит примириться с Богом, как это может произойти, и о том, почему закон и дела, связанные с законом, это тупиковый путь в этом процессе. Они не могут принести нам то спасение, которое некоторые в них вкладывают. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Время для вопросов. Мы вернемся еще к некоторым из этих тем, поэтому по поводу новой перспективы, вот вопросы, если есть, пожалуйста. Комментарии Макнайта. А иногда все-таки кажется, что он более традиционен. То есть это как раз и есть пример того, как смягчаются позиции представителей новой перспективы. Да дело в том, что он изначально был более мягким, чем основные представители. Смотрите, движение новой перспективы – это ведь целый спектр. Данн и Райт в чем-то друг с другом не согласны. А это ключевые основатели и обоснователи движения. Есть и другие люди, которые, ну, типа частично придерживаются тех же взглядов, но на самом деле это такой спектр. Кто-то более радикален, экстремален, кто-то более мягок, кто-то смягчился с годами. Макнайт, когда писал, в 90-е, я уже не помню дату этого комментария. Может, у вас с собой есть этот комментарий. Посмотрите там, когда он написан. И я не думаю, что это из-за его сдержанности. Я просто считаю, что он никогда не был настолько уж сильным сторонником новой перспективы. Так что, когда вы будете читать Данн и Макнайта, Данн будет как раз более соответствовать учению новой перспективы, чем Макнайт. Еще кто-то? Да, Дэвид. Потом Рун. Я вот тут думаю, мы говорили о варьированном намизме. Может, мне кажется, в последнее к римлянам, вторая глава, апостол Павел как раз противостоит иудеям, которые считают, что они спасены раз и навсегда. О послании к галатам он говорит о людях, которые почему-то переходят к делам. То есть он как бы обличает как раз это ограничительство, которое было в намизме. То есть он говорит немножко разные вещи, обращаясь к разным аудиториям. потому что действительно иудеизм был разный. Да, я думаю, что возможно так и есть. Я, наверное, не могу согласиться полностью с вашим описанием каждого из этих библейских фрагментов, но как общее, пожалуй, да, не нужно все складывать в один ящик. Павел ведь на самом деле говорит в послании к римлянам много похожего на послание к галатам. Оправдание по закону, по делам Беры, через праведность Иисуса Христа. То есть все-таки пересечение-то есть. То есть он все-таки находит это пересечение. Да, все-таки пересечение, конечно, есть. А послание к галатам – это все-таки скорее о том, как сохранить спасение. Послание к римлянам – о том, как обрести спасение, но также как сохранить тоже. Род, пожалуйста. Я вот слушаю, думаю, вот как раз во время лекции. Смотрите, пятая и шестая главы посланий к галатам все-таки склоняются к тому, как применять это лично к каждому человеку. То есть как это меняет нашу жизнь. Если Евангелие применить лично к каждому из нас, тогда получается, ну, мне кажется, что само Евангелие прежде всего нацелено на личность. Я просто вот сейчас думаю вслух, я подхожу как раз к вопросу, меня это интересует, особенно стало интересовать в последние месяцы. Сейчас все-таки задам вопрос. Смотрите, вот, вот, как бы, говорят, когда мы представляем Евангелие, да, вопрос, как представлять Евангелие? И как такие люди, как Антирайт, будут объяснять Евангелие? То есть если они не подчеркивают важность жертвы милостивления за грех, личные жертвы милостивления, а если они подчеркивают только общественный характер Евангелия, тогда как эти люди проповедуют Евангелие заблудшим, грешным людям? Да мне кажется, ровно так же, как и мы. Абсолютно так же, как и мы. Я думаю, что возможно, вы неправильно прочитали Райта и других авторов, если считаете, что они по-другому будут проповедовать Евангелие. Райт часто отвечает на некий карикатурный образ евангельского христианства в южной части Соединенных Штатов Америки. То есть он создал себе образ, у него есть в голове такая картинка собраний Билли Грэма, призывок к покаянию и все, в церкви больше ничего не делают. Все, что интересует церковь, это спасать души, и церковь не интересует влияние на общество, церковь не интересует возможность создания более здоровой общины Христовой, просто спасение души, все. Но это же карикатура. И на эту карикатуру и обрушивается Н.Т. Райт и поэтому делает другие акценты. Но если бы Райт проповедовал Евангелие неверующим людям, я думаю, он сделал в общей части, в общем плане ровно то же самое, что и мы. Потому что мне показалось, что он просто сказал бы Господь, Иисус Господь Вселенной, Иисус сотворил новое во Христе. Да, я думаю, он с этого бы начал. Ну а дальше он ничего бы и не сделал больше. Нет, конечно, сделал и сказал бы. И неплохо с этого начать. Иисус Христос Господь Вселенной. А дальше надо спуститься вниз и сказать, что вы тоже можете установить отношения с этим Господом Вселенной. Христос будет Богом для вас, если вы примете Его. Вы можете быть на стороне Господа Вселенной. И делается это вот так, через спасение. Так что, конечно, он об этом сказал бы. Джейсон, хочу задать вопрос еще как раз в связи с характеристикой христианства Южных Штатов США. правильно ли я понимаю, что вот этот антинационализм это скорее такая реакционная вещь, реакционная такая тенденция на националистическое христианство. То есть зачастую христиане становятся националистами, и мы говорим не-не-не, христианство имеет антиимперское содержание. Но мы это акцентируем, потому что мы реагируем именно на национализм в христианстве. Смотрите, я бы сказал так, в Европе есть антиимперское христианство, но скорее оно не антиимперское, а антиамериканское. Мы говорим про Римскую империю, а какая империя 20 века? Америка. Америка это новая империя. Мы постоянно участвуем в войне, пытаемся навязать свою волю, мы считаем себя самым важным государством мира, мы новая империя. И в Европе, в Латинской Америке новозаветные исследователи становятся такими леваками в плане антиамериканизма. И это понятно, мы сами это провоцировали. Нет, не всегда, конечно, не всегда. Райт, например, все-таки такого не говорит, но есть люди, есть исследователи, которые действительно имеют перед собой определенную политическую повестку дня. Американская империя и Римская империя, хорошие цели, в которые можно стрелять. Еще одну вещь, которую хочу сказать сегодня, потом уже вас отпущу, потому что я тоже устал, как и вы. Давайте не забывать, что новая перспектива появилась на исторической сцене в академическом смысле довольно давно, и движение пошло уже далеко дальше, и новая перспектива сейчас кажется очень ручным и ортодоксальным движением. мы, например, с вами будем говорить на этой неделе в связи с посланием Галатам о новом мессианском еврейском движении. Вот книжка, которую я здесь сейчас показал на слайде «Введение в мессианский иудаизм». написали ее люди, которые в общем, конечно, с нами, как евангельские христиане, однако они тут говорят, например, о том, что евреи, которые следуют за Иисусом как своим мессией, все равно должны хранить, соблюдать закон. Апостол Павел как бы говорит «Нет, смотрите, не навязывайте закон язычникам, но евреи все равно должны соблюдать закон». И получается тогда две раздельные христианские общины, иудейская и языческая. И об этом мы с вами тоже будем говорить. Еще одно новое движение, которое появилось в последнее время, это еще более радикальное движение. Сейчас давайте коротко хотя бы я в этом скажу. Вот здесь в конце, кстати, а, четыре пункта, четыре пункта, это в конце как раз той книги, которую я вам показываю по мессианскому иудаизму. И там среди четырех пунктов вот эта вот история. Но ладно, вернемся к тому, что происходит сейчас. Есть люди, которые говорят, новая перспектива полезна, но она не заходит достаточно далеко. Традиционно мы были антииудейскими, потому что иудеев воспринимали как легалистов. Сейчас мы воспринимаем иудеев негативно, потому что мы воспринимаем их как сфокусированных на самих себе. однако в новозаветных кругах есть еще сейчас очень сильное движение, которое говорит о том, что Павел беседует здесь только о язычниках, то есть он говорит только о язычниках, а не о евреях. Евреи спасаются своим собственным заветом, послушанием Торе, а язычники Христом. То есть получается, что эти люди идут немножко дальше, они говорят, что не все люди спасаются Христом, так что по сравнению с этим новая перспектива весьма и весьма консервативна. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. ТВ-семинарии.